Просьба зарегистрироваться. Просьба зарегистрироваться. Просьба зарегистрироваться. Присутствовать 38 депутатов и присутствовать 410. Цифры совпадают. Спасибо. Спасибо, Ольга Викторовна. Уважаемые коллеги, нам необходимо принять за основу проект порядка работы. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается за основу проект порядка работы. Прежде чем мы приступим к обсуждению проекта порядка работы, уважаемые коллеги, давайте поприветствуем наших коллег, депутатов Национального собрания Гвинейской Республики, которые присутствуют здесь на балконе, во главе с председателем Национального собрания Гвинейской Республики, господином Кандиано. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, вы знаете, что Государственную думу позавчера посетил президент Республики Гвинея, господин Кандиано. Большая делегация прибыла в Россию, и мы вместе с нашими коллегами вчерашний день работали и встречались с руководством парламента Национального собрания Республики Гвиней. И ряд решений, которые были достигнуты в ходе диалога, планируем сегодня формализовать и выпустить коммунике по итогам переговоров. В этой связи было бы правильно нам вот такую работу строить с другими странами, чтобы у нас были конкретные результаты и итоги нашей межпарламентской деятельности. Могу сказать, что мы выходим на договоренности о проведении в 2018 году под патронатом Гвинеи как страны-председателя в Африканском союзе масштабной парламентской конференции «Россия и Африканский союз». В этой связи надеюсь, что наш международный комитет и комиссия, которая будет создана, межпарламентская Государственная дума и Национального собрания Гвинеи будут многое делать для укрепления дружбы, сотрудничества и достижения конкретных результатов. С российской стороны комиссию возглавит Сергей Александрович Жигарев, председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Это очень серьезное решение, которое достигнуто по итогам диалога, потому что экономические отношения развиваются между нашими странами. И если в рамках парламентского измерения мы сможем обеспечить динамику развития отношений наших стран, будет однозначно хорошее, большая польза от парламентской деятельности. Коллеги, переходим к обсуждению порядка работы. У кого будут замечания и предложения по порядку работы? Есть? Пожалуйста, включите запись. Крашененко, Павел Владимирович. Спасибо, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Мы просим 33-й вопрос. Он связан с черными списками поправки в КОАП, черными списками на авиатранспорте. Мы просим его поставить на 14.00 на фиксированное время. Если мы его сейчас не примем, у нас это совместное введение КОАП, у нас еще два закона и Гражданский кодекс, и воздушный, также они будут вступать в силу, поэтому мы очень просим сегодня рассмотреть 14.00. Спасибо. Спасибо. Ефимов Виталий Борисович. Пожалуйста, Ефимов Виталий Борисович. Попросить вот то, что он сказал, перенести на 14 часов. Поддерживаете, да. Спасибо. Поведение у коломейцев, Николай Васильевич? Я извиняюсь, это я ошибся. Ошибочно. Уважаемые коллеги, поступили предложения от Кашининкова и Ефимова. Вопрос 33. В силу значимости и приоритетности поставить на фиксированное время на 14.00. Не будет возражений? Нет. Не будет возражений. Принимается. Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы порядок работы Государственной Думы утвердить в целом, с учетом принятых замечаний, просьба включить режим голосования? Да. 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 Покажите результат. Принимается единогласно. Коллеги, прежде чем перейдем к обсуждению вопросов повестки, давайте поздравим Артура Николаевича Черенгарова с днем рождения. У него он был буквально несколько дней назад, но у нас с вами не было такой возможности. Артур Николаевич не только известный, легендарный и героический человек, полярник, но это парламентарий с большим стажем и с большой буквы. Поэтому, Артур Николаевич, счастья вам, здоровья, удачи. Герой России, герой Советского Союза, дважды герой. Коллеги, переходим к рассмотрению второго вопроса о проекте постановления Государственной Думы об изменении в составах некоторых комитетов Государственной Думы. Пожалуйста, Валерий Викторович Иванов. Павел Викторович, уважаемые коллеги, комитет по контролю и регламенту, рассмотрев заявление депутатов в представлении фракции «Справедливая Россия», «Единая Россия» в соответствии с 22 статьей регламента, предлагает вывести депутата Государственной Думы Нилова Олега Анатольевича из состава комитета по транспорту и строительству и ввести его в состав комитета по контролю и регламенту. Также комитет предлагает депутата Государственной Думы Яхнюка Сергея Васильевича ввести в состав комитета по аграрным вопросам. Прошу поддержать, благодарю за внимание. Валерий Викторович, коллеги, вопросы, пожалуйста. Нет. Нет. Кто хотел бы выступить? Нет. Ставится на голосование вопрос номер 2 нашей повестки о проекте постановления Государственной Думы об изменении в составах некоторых комитетов Государственной Думы. Включите режим голосования. Валерий Викторович, коллеги, за! Валерий Викторович, коллеги, за! Покажите результат. Принимается постановление. Рассматривается третий вопрос о проекте постановления Государственной Думы о внесении изменений в план проведения правительственного часа на осеннюю сессию Государственной Думы 2017 года, утверждённое постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о плане проведения правительственного часа на осеннюю сессию Государственной Думы 2017 года. Пожалуйста, Ольга Викторовна Савастьянова. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, позвольте на ваше рассмотрение внести проект постановления, которым мы планируем внести изменения в план проведения правительственных часов. Предлагается правительственный час с участием министра связи и массовых коммуникаций Николая Анатольевича перенести на 18 октября, запланированный ранее. 11 октября провести правительственный час с участием вице-премьера Казака Дмитрия Николаевича и министра финансов Российской Федерации Антона Германовича Силуанова, запланированной весеннюю сессию, который был перенесен по объективным причинам. Все необходимые процедуры проведены. Прошу поддержать. Уважаемые коллеги, не будет возражений. Была просьба со стороны всех фракций о необходимости такого разговора и с заместительным председателем правительства Дмитрия Николаевича Казакова, и с министром финансов Антоном Германовичом Силуановым, учитывая, что мы с вами сегодня получили проект бюджета, проект закона о бюджете от правительства Российской Федерации и приступаем к его обсуждению. В рамках обсуждения закона о бюджете, конечно, нам очень важен разговор и с министром финансов Российской Федерации, и заместителям правительства Российской Федерации по вопросу межбюджетных отношений. Поэтому приоритетность вызвана этим. Коллеги, согласны? Вопросов нет? Кто хотел бы выступить? Нет желающих. Ставится на голосование третий вопрос нашей повестки о проекте постановления Государственной Думы о внесении изменений в план проведения правительственного часа на осеннюю сессию Государственной Думы 2017 года, утвержденное постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о плане проведения правительственного часа на осеннюю сессию Государственной Думы 2017 года. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается единогласно. Четвертый вопрос. О проекте постановления Государственной Думы о продлении срока работы в составе специальной комиссии по Федеральному закону о внесении изменений в статью 15.16 Федерального закона об общих принципах организации местного самоправления в Российской Федерации и Федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Депутация Государственной Думы. Доклад Вячеслава Алексеевича Никова. Пожалуйста. Вячеслав Алексеевич. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Вячеслав Викторович, по решению Государственной Думы Российской Федерации была создана специальная комиссия по рассмотрению нового текста проекта закона, который был отклонён президентом Российской Федерации. Комиссия работала всё это время, проводились парламентские слушания, состоялось совещание у Ольги Юрьевны Голодец по этому вопросу. Правительство активно подключилось к подготовке нового текста закона проекта, он оказался сложнее, чем ожидалось. К нам поступила просьба от правительства Российской Федерации продлить работу специальной комиссии до конца мая 2018 года. На наш взгляд, учитывая политический календарь и то, что май будет посвящён созданию нового правительства Российской Федерации, мы предполагали, что этот срок может быть даже продлён. И мы поэтому вносим предложение о том, чтобы продлить работу специальной комиссии до конца весенней сессии Государственной Думы Российской Федерации 2018 года. Прошу поддержать. Уважаемые коллеги, вопросы? Нет. Кто хотел бы выступить? Нет. Ставится на голосование вопрос номер 4 нашей повестки проекта постановления Государственной Думы о продлении срока работы в составе специальной комиссии по федеральному закону о внесении изменений в статью 15 и 16 федерального закона об общих принципах организации местного самоправления в Российской Федерации и федеральный закон об образовании в Российской Федерации депутации Государственной Думы. Пожалуйста, включите режим голосования. Покажите результат. Принимается единогласно. Рассматривается пятый вопрос повестки о проекте постановления Государственной Думы о календаре рассмотрения вопроса Государственной Думы с 11 по 27 октября 2017 года. Доклад первого заместителя председателя Государственной Думы Александра Митчужукова. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, в октябре планируется провести 7 заседаний Государственной Думы с учетом решения, принятого о проведении дополнительного заседания, которое состоится 12 октября. Хочу обратить внимание комитетов, что дополнительное заседание предназначено, в том числе и для рассмотрения законопроектов. Из тех, что представлены фракциями в перечнях приоритетных законодательных инициатив, было принято решение Советом Государственной Думы о том, что каждая фракция в течение сессии может предложить 4 законопроекта, которые они считают наиболее важными и которые обязательно в течение сессии должны быть рассмотрены. Таким образом, мы начинаем реализовывать предложения фракции по рассмотрению приоритетных, по их мнению, законопроектов. В этой связи я бы попросил ответственные комитеты, в комитеты направленные предложения фракции, активизировать работу с тем, чтобы внести соответствующие предложения о дате рассмотрения этих законопроектов на Совет Государственной Думы 10 октября. И, как я уже сказал, до конца сессии мы должны рассмотреть все представленные фракциями законопроекты. В проект календаря на октябрь включено 183 законопроекта, 19, 2 чтение, 161 и 4 ратификации. Три законопроекта внесены президентом Российской Федерации, в их числе законопроект о ратификации договора о таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Это важнейший документ, его целью является обеспечение единого таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе, и принятие этого кодекса повлечет изменения более 40 законов, задействованы в этом 14 комитетов Государственной Думы, они уже подключились к этой работе в качестве соисполнителей. Также отмечу президентский законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы союзного государства в воздушном пространстве и создании единой региональной системы. Реализация этого соглашения повысит надежность охраны внешней границы союзного государства, будет способствовать укреплению безопасности наших государств. 34 законопроекта внесено правительством. Сегодня будут внесены законопроекты о федеральном бюджете и бюджетах государственных и небюджетных фондов. Дату точного их рассмотрения определит сегодня Совет Государственной Думы, но очевидно, что в первом чтении мы уже в октябре будем рассматривать эти законопроекты. Для рассмотрения в первом чтении подготовлен целый ряд изменений в налоговый кодекс, среди них в том числе и законопроекты, создающие условия для привлечения инвестиций в экономику регионов. Это и законопроект, касающийся сохранения уровня налогообложения для резидентов особых экономических зон и формирования благоприятного налогового режима на территории Калининградской области и также на территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток. В октябре также планируется рассмотреть законопроект, направленный на реализацию послания президента о повышении эффективности контроля за рынком жизненно важных лекарств. Изменения, которые должны противодействовать подделкам и контрафакту, пресечь завышение цен при закупках медикаментов для больниц и поликлиник. Вносится изменение в закон об обращении лекарственных средств. Также планируется рассмотреть законопроект, касающийся расширения территории и размещения международного медицинского кластера на территории Московской области, примыкающей к границам Москвы. Закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. В него вносится изменение о сроках и порядке выдачи согласия на строительство, реконструкцию, ремонт пересечений и примыканий к автомобильной дороге ее владельцам. Среди правительственных законопроектов второго чтения отмечу законопроект, подготовленный в исполнении послания президента о внесении изменений в закон о некоммерческих организациях. Здесь наделяются органы исполнительной власти, субъекты полномочиями по оценке качества общественно полезных услуг. Планируется также рассмотреть законопроект, подготовленный в соответствии с поручением президента, вносящий изменения в законодательство об охране окружающей среды в части повышения эффективности экологического надзора при строительстве. Помимо этого, в календарь включено 35 законопроектов, внесенных законодательными органами субъектов Федерации, 16 членами Совета Федерации и еще 95 депутатами Государственной Думы. Уважаемые коллеги, в соответствии с принятыми нами постановлениями будет проведено три правительственных часа. 11 октября, как только что мы проголосовали, с участием Дмитрия Николаевича Казака и Антона Германовича Силуанова на тему состояния и совершенствования межбюджетных отношений. Запланированный ранее правительственный час с участием министра связи и массовых коммуникаций переносится на 18 октября. 25 октября приглашен министр энергетики Александр Валентинович Новых. Уважаемые коллеги, несколько слов о ходе работы по законодательному обеспечению реализации положения послания президента. Вчера мы провели заседание рабочей группы, подробно докладывать не буду, просто хочу обратить ваше внимание, что у нас 20 законопроектов принято в первом чтении из этого перечня. И нам необходимо до конца года эти 20 законопроектов принять. Из них на заседание в октябре запланировано на сегодняшний день пока только три. Я прошу комитета внимательно отнестись к рассмотрению этих законопроектов, ускорить их представление о рассмотрении поправок. Среди них есть очень важные, в том числе и касающиеся оплаты работников, бюджетной сферы и так далее. Прошу утвердить календарь с 11 по 27 октября. Спасибо, Александр Дмитриевич. Коллеги, будут ли вопросы к Александру Дмитриевичу? Не вижу. Желающий выступить? Есть. Включите режим записи на выступление. Скажите список. Диденк Алексей Николаевич. Все выступления от фракции. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, действительно вопрос календаря всегда вызывает очень бурные споры, яркие выступления. И это не из-за того, что депутатам просто так хочется поговорить. Конкретные законопроекты нужно и правильно обсуждать, но в календаре, в котором в том числе, например, есть раздел «Проведение правительственных часов», нам нужно проанализировать, как мы с вами провели конкретный правительственный час с министром транспорта Соколовым, и насколько мы обозначили проблему задержек перевозок, нарушение правил перевозок и сертификационных требований со стороны наших региональных и международных перевозчиков. Я вас уверяю, если мы посмотрим постановление, которое мы приняли по итогам правительственного часа министра транспорта, мы там этих позиций не увидим. В этой связи возникает вопрос, насколько эффективно мы реализуем свои полномочия как высший орган парламентского контроля. Мы именно для этого приглашаем сюда министров, чтобы обозначать крупные проблемы. А когда 30 тысяч наших избирателей сегодня находятся в этот самый момент за пределами своей страны и не имеют возможности вернуться в Российскую Федерацию себе домой, я считаю, что это серьезная проблема. Уже дошло до того, что на самом высоком уровне глава государства делает замечания, объявляет выговоры и так далее, а мы с вами какую-то резкую позицию не заняли и резко не раскритиковали министра транспорта. А проблема не вчера возникла, не неделю назад. Весь 2015 год были проблемы в Ямаве, в 2016 год еще больше проблем. Как только начинается пик сезона, возникают такие ситуации. Мы прекрасно понимаем, что некоторые председатели комитетов в рабочем порядке эффективно взаимодействуют с министрами, но это не значит, что приходя сюда в палату, министр должен как в санаторий приходить. Поэтому, наверное, и от нас с вами зависит, что такие меры приходится принимать на самом высоком уровне, а на наши средства реагирования министры, к сожалению, к огромному вниманию не обращают. Мы во фракции ЛДПР признательны, что четыре наших законопроекта вынесены в приоритетном порядке на рассмотрение палаты 12 октября. Это правильный подход. Нужно его, конечно, расширить, поскольку есть и другие инициативы. Я коротко на них остановлюсь. Разумеется, они все касаются благосостояния наших граждан, потому как в ближайшее время уже сегодня будет внесен бюджет. Я уверен, что какой-то сверхпозитивной информации и цифр мы в них не увидим. И на фоне постоянно беднеющего населения Российской Федерации, конечно, приходится говорить об его доходах и о дополнительных источниках пополнения бюджета. Отменить транспортный налог. Этот проект в качестве приоритета вынесен на 12 число. Внесен нашими коллегами еще в ноябре 2015 года. У нас абсолютное непонимание у наших автолюбителей, почему они платят сразу несколько платежей. Они платят транспортный налог, они платят акциз, вшитый в цену бензина, они платят за ОСАГО, некоторые КАСКО, некоторые за платный техосмотр. Я уж не говорю косвенные траты за ремонт своего автомобиля от отвратительного состояния наших дорог в регионах. Поэтому хорошо, что он будет вынесен. Я надеюсь на положительную оценку и принятие. Предоставить инвалидам и семьям с детьми инвалидами скидку на оплату ЖКХ. Этот проект с мая 2016 года находится в комитетах. Уважаемые коллеги, многие семьи, в которых живут семьи, где член семьи инвалид или дети инвалиды, специально продали квартиру в многоквартирном доме, где эта скидка предоставляется, и переехали в частный дом. Он может быть капитальный, хороший, но там тоже есть жилищно-коммунальные услуги. И нонсенс в таком частном доме мы инвалидам и семьям с детьми инвалидами таких скидок не предоставляем. Нужно скорейшим образом это исправить. Ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Мы об этом давно говорили, что уже все развитые финансовые системы перешли на прогрессивную шкалу. У нас же наоборот, в обязательные платежи фонды регрессивная шкала. То есть наши миллиардеры у нас вчера целый день по всем каналам говорят о том, что Россия больше всех прибавила количество долларовых миллионеров, миллиардеров. И вроде как это повод для гордости. А на самом деле нужно говорить о другом, что у нас на уровне 20 миллионов бедных в стране, и эта цифра постоянно растет. Вот найдите зависимость между тенденциями в этих двух показателях. Количество миллиардеров растет, количество бедных людей, наших с вами избирателей, растет тоже снежным комом. Фракция ЛДПР предлагает немедленно с этим бороться. И, конечно же, вернуться к индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Мы должны привести их положение в равное с другими состояние. У нас, как я уже сказал, их довольно большое число. Но, к сожалению, из этих четырех приоритетных законопроектов мы выбрали самые важные, но остались нерассмотренными и другие, тоже не менее важные проекты. В первую очередь необходимо провести амнистию к празднованию столетия октябрьских событий, в том числе освобождить осужденных по статье 282. Мы в сентябре внесли эту инициативу. По объективным причинам в календарь на октябрь она не попала, но нам нужно сделать все возможное, чтобы в 2017 году проект постановления об амнистии был принят. Вернуться к вопросу об объявлении административной амнистии тех, кто был подвергнут административному наказанию. Отменить внутренний роуминг в стране. Этот проект также находится в пакетах комитетов по информационной политике. С лета этого года скоро опять большие каникулы, граждане поедут по стране, большая часть из них поедет за рубеж, к сожалению, потому что мы сами в этом зале создаем проблемы и барьеры для развития внутреннего туризма. Но вот роуминг это абсолютно уже анахронизм. Эта система работала, когда в стране было много операторов сотовой связи, региональные, межрегиональные, федеральные. Сейчас у нас только большая тройка, и 90% граждан пользуются услугами этих сотовых операторов. Не нужно самим себе создавать проблемы и вставлять палки в колеса. Запретить стимулирование продаж алкоголя, закрывать торговые точки из-за продажи алкоголя несовершеннолетним и фальсификата. Вот скажите, пожалуйста, в чем разница и в чем больше вреда, если наш несовершеннолетний зайдет в интернет и увидит какую-то запрещенную информацию или купит бутылку водки. Но в отношении сайта мы можем без суда в оперативном порядке его заблокировать, но магазин, который все жители показывают, вот здесь продают фальсификат или здесь продают несовершеннолетним алкоголь, мы закрыть без суда не можем. Поэтому немедленно, в этот же день, через 5 часов, мы закрываем уполномоченным органам эту точку, а потом пускай идет суд, обжалуют. Фракция ЛДПР требует скорейшего рассмотрения этих законопроектов. Спасибо, Алексей Николаевич. Поведение Владимир Вольфович Жириновский. У меня просто маленькое такое замечание. Выступает депутат, а десятки других ходят по залу, нашептывают, ну как клуб. Вот сейчас же я выступаю, лидер фракции, все равно стоит депутат, и там долго разговаривает с кем-то. Ну какую-то совесть надо иметь. Ну вы не уважаете депутата. Выйдите в фойе, слева, справа диванчики, сядьте и говорите. Ну вы видели, что шло заседание правительства, а министр подошел бы к другому, что-то шептал там, смеялись бы они, вспоминали, как они провели вчерашний вечер. Ну я не понимаю это вообще. Как можно? Мы же депутаты. Стоит депутат на трибуне, а другие ходят по залу все. Наплевать, да там, иди там, говори все, что хочешь. Ну я не знаю, зачем мы это делаем. Ну выйдите в фойе, там диваны для вас поставили. Вы какой пример подаете, так сказать, всей стране и так далее, всем остальным. Я прошу все-таки как-то взаимного уважения. Спасибо, Владимир Борисович. Я поддерживаю ваше замечание, коллеги. Особенно, мне кажется, недопустимо, когда поворачивается спиной к выступающим. Это совсем нехорошо. Пожалуйста, следующий выступающий, Коломейцев Николай Васильевич. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Безусловно, календарь рассмотрения всегда необходимо привязывать к текущей ситуации и назревшим проблемам. И мне кажется, в преддверии рассмотрения федерального бюджета нам бы надо внимательнее посмотреть и потребовать от правительства более оперативной работы. О чем я, что я имею в виду? Ну первое. С этой трибуны неоднократно и министры на своих правительственных отчетах говорили о нескольких законах, которые они поддерживают. Но правительство почему-то задерживает заключение. Причем уже неоднократно перенося. Ну прежде всего, это закон о школьном молоке. Ну вроде все за, и я не понимаю вообще сложность, в чем сложность правительства написать заключение. Если мы для двух банков полтора триллиона находим на раз-два, а для детишек наших найти не можем. Второй закон о прогрессивной шкале налогообложения. Я напомню вам, что все страны двадцатки сто лет живут на прогрессивной шкале налогообложения. Англия, в которую убежали большая часть наших олигархов, и значительная часть имеет там и замки, и дело, она живет с 1841 года. Российская Федерация до 2000 года тоже жила. Но мы почему-то аппарат ФНС увеличили, денег дали немерено на компьютеризацию, на обучение. Они уж эти инструкции пекут каждую неделю. Но почему-то мы боимся, что они не соберут. Мне кажется, что это не отговорка. Это просто нежелание найти дополнительные деньги для решения перезревших проблем. И здесь вот я очередной получил от правительства бумагу с Минфина, что просим перенести отзыв еще на месяц до 3 ноября. Я считаю, что это недопустимо. И здесь я в президиум попросил бы, что все-таки вот там разговор на совете периодически поднимается, что не только же депутаты должны все время идти навстречу. Наверное, у правительства тоже есть регламент. Наверное, есть ответственность за своевременность представления документов. И надо увеличить надо санкции. Кроме того, здесь совсем недавно был министр сельского хозяйства на правительственном часе. И многие депутаты задавали вопрос по двум проблемам. Ну, первая проблема это то, что на студентов не только сельхозвузов, но и других отраслевых вузов, у нас, к сожалению, в три раза меньше средств предусматривается, чем для студентов, которые в системе Минобра. Ну, этот вопрос решен, а опытное хозяйство, учхозы, опытные станции, опять же, правительство задерживает отзывы. Я считаю, что вот эти все отзывы и законы надо рассмотреть до принятия бюджета во втором чтении. Тогда мы в состоянии написать, не принимать отговорка о том, что не учтено в бюджете. А также, мне кажется, что это специальный, в общем-то, механизм откладывания решения проблемы. Вот дети войны. Вот я бы просто, коллег, попросил бы, ну, воздерживаться от некорректного поведения в отношении друг друга. Ну, вы поймите, пять раз вносим. Трижды поддержал президент на встрече лидеров фракции необходимость решения проблемы самых обездоленных людей. Берут внесенный, полученный отзыв правительства, искусственно большинством переносится, и два псевдоальтернативных закона уже вносятся после этого для того, чтобы не рассматривать. Ну, мне кажется, что это просто нетактичное поведение фракции в отношении друг друга. Тем более, возвращаясь, закон о школьном молоке три лидера фракции. Вот я здесь Владимир Вольфовича на 300% поддерживаю. Если три лидера фракции подписали закон, он должен быть впереди первоочередных. И правительство должно впереди паровоза смотреть, как этот вопрос, потому что если три лидера фракции получили от своих избирателей неотложную проблему, а ее решать не хотят. Кроме того, я считаю, что вот в этом году по инициативе председателя Думы правильно началось движение в части проведения расширенных парламентских слушаний в этом зале с привлечением субъектов, правительства и всех заинтересованных лиц. Вот с моей точки зрения мы затягиваем рассмотрение важнейшего вопроса в этом зале с приглашением не для того, чтобы погладить председателя Центробанка, а с моей точки зрения у нас перезрела проблема. И главным тормозом развития России является банковская система и Банк России. Я убежден, что если мы с вами в ближайшее время не примем решение и изменение законов о Центробанке, не может быть акционерным обществом Центральный Банк Государства, не может Центральный Банк Государства, находящегося в конфронтации с другим, зависеть от ФРС. Ну вы поймите, как мы можем зависеть от чужой валюты? У нас же 75-я статья Конституции гласит о том, что денежная валюта Российской Федерации пока рубль. Но почему у нас все зависит от курса доллара и от цены на нефть? Ну мне кажется, что у нас самая обеспеченная валюта. У нас с вами 35% всех полезных ископаемых, половина лесов, половина пресной воды. И вообще-то мне кажется, что нам надо вернуться к обеспечению рубля не фантиками, 20 триллионов которых по всему миру гуляет, а сколько их напечатано никто не знает, понимаете? А вообще-то обеспечение должно быть, наверное, ресурсное, лучше золотое. Почему Америка сегодня, привязав к фантикам, имеет самый большой запас золота? Сегодня вторые и в этом году, наверное, станут первыми китайцы. А мы с вами, обладая запасами золота, на самом деле берем и продаем его всем, кому не лень, не занимаясь укреплением реальным своей валюты. Кроме этого, мне кажется, что уже перезрел вопрос о неадекватности процентных ставок. Ну вы поймите, Нобелевские лауреаты, 42-х прочитал, которые в области финансово защитились, они утверждают, что не может быть процентная ставка выше половины рентабельности. Она разрушает экономику, если она выше. У нас с вами рентабельность 7,7 за прошлый год, средняя по России, а ключевая ставка 9, а реальная ставка не ниже 14. Ну как же мы будем с вами подниматься с колен? Мне кажется, что назрела необходимость проведения углубленного 10-часового, а может и суточного заседания здесь по банковской системе. Спасибо. Спасибо, Николай Васильевич. От фракции «Справедливая Россия» выступает Олег Анатольевич Нилов. Уважаемый Иван Иванович, Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, начну не как обычно, потому что на протяжении, наверное, многих последних лет фракция не поддерживала представляемый план календаря, выступала с резкой критикой и голосовала либо против, либо не голосовала. Впервые за последние годы, Александр Дмитриевич, мы будем голосовать за представленный вами план. Причина очевидная. Вы услышали предложение оппозиционных фракций и дали возможность им определять приоритеты, а не те, как получится вот до этого. Поэтому за это уже спасибо. Ну и теперь, какие еще есть предложения? Вот действительно близится 100-летие Октябрьской революции. Вот сейчас у нас Октябрьский план, следующий будет Ноябрьский. Но понятно, что в ноябре уже поздно будет говорить, поэтому я чуть раньше, Александр Дмитриевич и коллеги, выступлю вот с такими предложениями. Вообще, в идеале, очень было бы правильно провести заседание Государственной Думы в Таврическом дворце Санкт-Петербурга и приурочить это к столетию революции, но не только для того, чтобы праздновать эту дату, а для того, чтобы решать проблемы, которые многие не решены за 100 лет, прошедшие с того самого дня. И вот это была бы повестка. Да, коллеги уже предложили провести амнистию. Ну, пусть будет. Пусть будет амнистия. Но разве только о сидящих сегодня нужно заботиться? Давайте и другие увидим проблемы наших миллионов, прежде всего, голодающих людей, бедных и нищих. Тех, которые попали в кабалу кредитную и не знают, куда им идти, а микрофинансовые организации продолжают куражиться. И вот эти сообщения, циничные и наглые, в том числе и из Петербурга, приходят до сих пор. Надо решать эту проблему. Ну и, наконец, вопрос о земле. Сто лет назад один из первых декретов был именно о земле. Закон о земле, который предложен нашей фракцией. Есть и такие же законы и от ЛДПР, и от коммунистов о том, чтобы дать землю людям, которая пропадает, миллионы земли, гектар, миллионы гектар зарастают. А мы только на Дальний Восток отправляем. Проводим эксперимент. Хватит экспериментировать. Нужно вот эти миллионы гектар земли, зарастающих, раздать людям. Вот это был бы подарок к столетию революции. Но только заключение, этот закон уже обсуждался здесь, его отклонили, мы его внесли вновь. Но заключение от правительства ждем полгода. Пометьте, пожалуйста, закон о земле. Мы хотим его внести в приоритетном порядке. Вот следующий календарный наш план. Ну и, конечно, подарком был бы законопроект, который мы внесли. Он попал сейчас в приоритет. Это, кстати, закон знаете, сколько лежит? С 13 декабря 2012 года. О предельно допустимой доле оплаты жилищных расходов и коммунальных. Мы предлагаем 10%. Вот это будет подарок прежде всего для тех людей, которые мучаются заплатить за квартиру и все. Или еще оставить на хлеб и лекарства. Конечно, Александр Михайлович, здесь есть вот некоторая такая история. Мы первый раз столкнулись, но я предлагаю обратить внимание. Смотрите, и наша фракция в число приоритетов поставила закон об отмене транспортного налога и о прогрессивной шкале. И коллеги поставили эти же вопросы. То есть, получается, технически достаточно было одной фракции поставить этот вопрос в приоритет. Понимаете, коллеги, да? Остальные пошли бы как альтернативные. Поэтому дайте нам возможность, может быть, еще один закон в дополнение. Тем более, получается, какая ситуация? Да, у нас есть среди этих четырех законов, закон о внесении в УК понятие незаконное обогащение и иных мер по противодействию коррупции. То есть, это закон направлен на борьбу с теми самыми коррупционерами, а прежде всего оборотнями, благодаря которым происходят вот эти коллапсы, катаклизмы, вот эти проблемы с дольщиками, вкладчиками, пассажирами. Основная причина не бизнес вот жуликоватый, а вот эти вот оборотни в разных там кабинетах и коридорах, которые прикрывают и закрывают глаза на то, как они грабят, вывозят награбленное, а потом исчезают. Да? И опять их никто не возвращает. Их никто не наказывает как следует. Тюрьмы они не боятся, потому что в тюрьме можно договориться. И вот что получилось. Закон, который, законопроект, который год практически уже в повестке дня, он называется конфискация имущества коррупционеров и казнокрадов и ближайшего окружения, если те не докажут законность происхождения нажитого. Он год в повестке, помните, на прошедших заседаниях он был 18-й, мы дошли до 17-го. Значит, он там 20-й, мы доходим до 19-го. А сегодня он в повестке дня 38-й. То есть получилось, конечно, мы понимаем, что мы поставили в приоритет, но мы думали, что этот закон вот все-таки попадет в поле зрения Думы. Александр Дмитриевич, просьба, 38-й закон в повестке дня, мы все должны считать его архиважным, архиприоритетным. Потому что пока не будет вот такого не просто необратимого наказания, а очень болезненного наказания для жуликов, коррупционеров и казнокрадов всех мастей, к сожалению, сложно будет бороться со многими проблемами, которые мы поднимаем здесь во всех отраслях. Поэтому спасибо еще раз, фракция проголосует, но надеемся на то, что будут услышаны и те предложения, о которых я сказал. Спасибо. Спасибо, Олег Анатольевич. Включите, пожалуйста, микрофон Александра Митчужукова. Уважаемые коллеги, спасибо за содержательное обсуждение проекта нашего плана работы. На октябрь действительно впервые за 6 лет я услышал поддержку со стороны «Справедливая Россия». Но я хотел бы обратиться еще раз к председателям комитетов. Вот те приоритетные законопроекты, которые фракции вынесли, не откладывать их на декабрь месяц, на последний период, постараться их нести. В том числе вот на дополнительное заседание, которое будет 12 октября. Спасибо. Спасибо. Ставлю на голосование проект постановления Государственной Думы о календаре рассмотрения вопросов Государственной Думы с 11 по 27 октября 2017 года. Включите режим голосования. Покажите результат. Постановление принимается. Переходим к законопроектам третьего чтения. Шестой вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о ветеранах. Владимир Иванович Мельник, пожалуйста. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, данный законопроект Государственной Думы приняла во втором чтении 22 сентября. У правоуправления аппарата Государственной Думы замечаний к законопроекту нет. Законопроект готов к принятию в третьем чтении. Комитет по труду социальной политики и делам ветеранов рекомендует Государственной Думе принять данный законопроект в третьем чтении. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. Будут ли желающие выступить по мотивам? Нет. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Включите режим голосования. Я вижу, что не включается. Какие у нас проблемы технические? Так, коллеги, переходим к рассмотрению седьмого вопроса, потом проголосуем. Седьмой вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 35 закона Российской Федерации о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Николай Михайлович Харитонов. А я позволю себе, коллега Нилов затронул очень серьезные вопросы. В 1908 году Столыпин говорил о раздаче земли крестьянам. Там, где не будет заработка, это пустая приманка. Мы в начале 90-х годов раздали 12 миллионов земельных паёв. И все эти паи вновь вернулись в лес, и они сегодня зарастают. На самом деле это так. А в 1916 году, накануне 1917 года, Маяковский поэт написал, я не буду читать всё, только помню, о стихотворении называется «Русь. Последнее четверостищее». А Русь всё так же будет жить, гулять и плакать у забора. Поэтому, прикиньте, то время, сегодня, 20 миллионов, земля зарастает. Нам есть на чём думать в этом зале. Уважаемый Слава Викторович, уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, вашему вниманию предоставляется проект федерального закона о внесении изменений в статью 35 Закона Российской Федерации о государственных гарантиях и компенсации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и правильных местностях, которые устраняют противоречия в действующем законе путём замены термина «трудовая пенсия» на термин «страховая пенсия». Законопроект рассмотрен комитетом и подготовлен к третьему чтению. Проведены все необходимые экспертизы и согласования. 20 сентября правительство Российской Федерации представило необходимую информацию о внесении изменений в свои нормативные акты. Пункт 3 постановления о втором чтении законопроекта выполнен. Комитет предлагает принять представленный проект. В третьем чтении прошу поддержать наше решение, решение комитета. Спасибо за внимание. Спасибо, Николай Михайлович. Присаживайтесь. Коллеги будут прижелающие выступить по мотивам. Нет. Коллеги, тогда внимание. Ставлю на голосование пункт 6 проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о ветеранах. Включите режим голосования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Покажите результат. Закон принят. Восьмой пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Докладывает Василий Иванович Пискарев. Уважаемый коллеги, предложенный Вашему вниманию законопроект полностью подготовлен для принятия в третьем чтении. Замечаний юридико-технического, лингво-стилистического, правового характера не имеется. Комитет по безопасности и противодействию коррупции предлагает принять законопроект в окончательном третьем чтении. Спасибо за внимание. Спасибо, Василий Иванович. Будут ли желающие выступить по мотивам? Нет. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят единогласно. Блок ратификации международных договоров. Девятый пункт. Проект федерального закона о ратификации соглашений между правительством Российской Федерации и правительством государства Палестина о поощрении взаимной защиты и капиталов вложений. Докладывает официальный представитель правительства Российской Федерации, заместитель министра экономического развития Алексей Владимирович Груздев. Пожалуйста. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты, доброе утро. На ваше рассмотрение выносится проект федерального закона о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством государства Палестина о поощрении и взаимной защите и капиталов вложений. Соглашение было подписано в Иерихоне во время визита председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева в Палестину 11 ноября 2016 года. Соглашение является типовым. Срок действия соглашения установлен 15 лет с последующей автоматической пролонгацией на пятилетний период. Соглашение призвано дополнить пакет двусторонних документов межпроизводственного характера, посвященных торгово-экономическому сотрудничеству. Уже имеется соглашение 1998 года о развитии торгово-экономического сотрудничества, 2015 года о создании межпроительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На сегодняшний момент, к сожалению, потенциал торгово-экономического сотрудничества с Палестиной не реализован в полной мере, товарооборот незначителен по итогам первого полугодия 2017 года. Он подрос в прошлом году, это всего лишь 2 миллиона долларов, и поэтому соглашение как раз признано создать основы для активизации инвестиционного взаимодействия, тем самым способствовать наращиванию и товарных поставок. Тем более, что характер отношений между Россией и Палестиной предполагает наличие таких условий. Интерес к развитию проектов в сфере инвестиций с российской стороны имеется. В частности, ряд компаний заявляют готовность принять участие в проектах по геологоразведке, есть интерес к организации поставок с последующей локализацией производства в сфере фармацевтики, лекарственных препаратов. Также есть заинтересованность в реализации проектов в сфере быстро возводимых домов и ряд других направлений, в частности, сельское хозяйство, пищевая переработка. Переговоры о заключении соглашения велись на протяжении двух лет в период с 2014 по 2016 год. Само соглашение предусматривает базовые принципы – принцип недискриминации, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим с возможностью введения определенных секторальных изъятий в отношении инвестиций. Выплату справедливой компенсации, например, в случае экспроприации или национализации капиталовложений. Беспрепятственный перевод доходов инвесторов с территории государства-реципиента капиталовложений после выполнения инвесторами всех налоговых обязательств. Механизм разрешения инвестиционных споров, процедуру обращения инвесторов в международный арбитраж, а также процедура консультации и разрешения споров между договорящимися сторонами. Само соглашение подлежит ратификации, поскольку в нем содержатся некоторые положения, не предусмотренные российскими законодательствами, в частности, федеральным законом в иностранных инвестициях в Российской Федерации. С палестинской стороны соглашение вступило в силу в июле этого года. Проект федерального закона рассмотрен на Комитете по международным делам. Просьба поддержать. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Владимирович. Присаживайтесь, пожалуйста. С содокладом выступает Расул Борисович Ботышев, член Комитета по международным делам. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, Комитет Государственной Думы по международным делам рассмотрел проект федерального закона о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Государства Павлицина о поощрении и взаимной защите капиталовложения. В законопроект прошел правовую лингвистическую экспертизу правового управления Государственной Думы, получен положительный отзыв Комитета по международным делам Совета Федерации, отсутствует замечание у счетной палаты. Комитет по международным делам Государственной Думы рекомендует Государственной Думе принять федеральный закон о ратификации данного соглашения. Спасибо, Расул Борисович. Коллеги, будут ли вопросы? Есть, включите режим записи на вопросы. Покажите список. Маринин Сергей Владимирович. Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, а как будут регулироваться отношения между странами, если государство потеряет суверенитет над частью своей территории, в которую будут вложены средства инвестора? Спасибо большое за вопрос. При разработке проекта соглашения и формулировании базовых статей было специально введено понятие территории. В типовом соглашении у нас подробно прописывается страна-рецепент инвестиций территории. В данном случае, с учетом особой ситуации, было дано наименование территория государства Палестина. Это тот прецедент, который уже ранее был зафиксирован в двусторонней нормативно-правовой базе, в частности, в соглашении с Палестиной о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Поэтому речь идет об инвестициях, естественно, в рамках той территории, которая находится в администрировании управления Палестинской национальной администрацией. Спасибо. Пожалуйста, если надо что-то добавить. Все, да? Спасибо. Будут ли желающие выступить? Есть. Включите режим записи на выступление. Надо нажимать. Покажите список. Морозов Антон Юрьевич. Следующая Панина Елена Вадимовна. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, фракция ЛДПР поддержит артификацию данного соглашения между правительством Российской Федерации и правительством государства Палестина. Государство Палестина и палестинский народ много десятилетий борются за полноценную государственность, суверенитет. И история нашего взаимодействия насчитывает тоже многолетний период. Российская Федерация всегда поддерживала многострадальный палестинский народ в стремлении получить максимальную представительность во всех международных организациях, полноценную представительность и реализовать права народа на развитие. К сожалению, до сих пор государство Палестина испытывает большие сложности в плане развития экономики. И как нам представляется, создание благоприятных условий для российских инвесторов и для российских компаний, которые хотят работать на территории государства Палестина, будет способствовать в том числе и урегулированию конфликтной ситуации, которая уже много лет существует в этом регионе. Как представляется, именно неурегулированность отношений между Израилем и Палестиной складывает определенные предпосылки для дестабилизации региона в целом. Поэтому, как нам представляется, необходимо направить все усилия на то, чтобы поддержать максимально суверенитет и полноценное становление государства Палестина, для того, чтобы избежать возможных дальнейших эскалаций напряженности в этом регионе. Поэтому ЛДПР за ратификацию данного соглашения. Мы надеемся, что количество российских компаний, которые проявляют интерес к работе на этой территории, будет расти. Спасибо. Спасибо, Антон Юрьевич. От фракции «Единая Россия» выступает Елена Владимировна Панина. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги! Фракция «Единая Россия» поддерживает принятие федерального закона о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством государства Палестина о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Хочу сказать, что да, уже отмечалось, безусловно, у нас пока товарооборот очень маленький, это где-то 2,5 миллиона долларов. Но есть все условия для того, чтобы наши инвесторы вошли на эту территорию со своими капиталовложениями. И в первую очередь это заинтересованность в таких отраслях, как геологоразведка, газовый сектор, химическая промышленность, фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство, сельхозпереработка. Есть еще один очень важный момент, одно очень важное условие, которое будет способствовать развитию инвестиций и экономики на этой территории, в этой стране. Почему? Потому что вот уровень образования на палестинских территориях один из самых высоких на Ближнем Востоке. Об этом мало кто знает. Всего 3,7% населения неграмотны. И при этом, конечно, это одна из самых стран с самым бедным населением в мире. Более 42% населения это беженцы из западных районов, которые на сегодня оккупированы, многие проживают в лагерях. И вот, конечно, развитие экономики позволит, чтобы те люди, особенно молодые люди, которые живут в этих лагерях сегодня, брали в руки ни автомат, ни оружие, а орудия труда, появятся рабочие места. И, конечно, это в значительной мере поможет урегулированию Палестино-израильского конфликта. А это является стратегическим интересом России на Ближнем Востоке. Поэтому фракция «Единая Россия» поддерживает ратификацию данного соглашения и призывает проголосовать за него. Спасибо. Спасибо, Елена Владимировна. Алексей Владимирович, есть необходимость заключить в этом слове? Нет. Коллеги, ставлю на голосование в пункт 9 нашего порядка работы. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят единогласно. Переходим к законопроектам второго чтения. Десятый пункт – проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Докладывает Алексей Николаевич Диденко. Пожалуйста, Алексей Николаевич. Спасибо, Иван Владимирович. Уважаемые коллеги, позволю напомнить, что мы приняли этот проект в первом чтении 10 марта 2017 года. Вашему вниманию представляется уже готовый текст ко второму чтению – две таблицы поправок. В первой таблице две поправки. Они носят исключительно юридико-технический характер. Несмотря на объемность, они приводят соответствие, вычищают текст в плане перечня документов стратегического планирования и гармонизации в различных видах муниципальных образований. Во второй таблице поправок представлены вашему вниманию. Три поправки, рекомендованные комитетом к отклонению. Все они внесены законодательным собранием города федерального значения «Севастополь». Они либо учтены в таблице поправок, тех поправок, которые рекомендуются к принятию, либо, на наш взгляд, не отвечают предмету правового регулирования данного проекта федерального закона. В этой связи предлагаем, уважаемые коллеги, утвердить таблицу поправок, рекомендуемых комитетом к принятию. Также текст законопроекта и принять его во втором чтении. Спасибо, Алексей Николаевич. Есть вопрос по таблице поправок номер один. Нет, ставлю таблицу на голосование, включите режим голосования. Скажите результат. Принимается единогласно. Есть ли вопрос по таблице поправок номер два? Нет, ставлю таблицу на голосование, включите режим голосования. Вскажите результат. Принимается единогласно. Ставлю законопроект на голосование во втором чтении, включите режим голосования. Покажите результат. Принимается единогласно. Центральную трибуну включите, пожалуйста. Уважаемый Иванович, просим поставить рассмотрение проекта закона в третьем чтении в план на 11 октября 2017 года. Спасибо. Прошу учесть. 11. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 27 Федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля в части исключения запрета проверки требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР по отдельным вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ним отношений, докладывает Алексей Валерьянович Канаев. Пожалуйста. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, напомню, что законопроект был принят в первом чтении 12 июля. В настоящее время подготовлен ко второму чтению. Имеется одна поправка, уточняющая лингвистического характера. Просим поддержать во втором чтении с учетом поправки. Спасибо, Алексей Валерьянович. Коллеги, есть ли вопрос по таблице поправок номер один? Нет. Ставлю таблицу на голосование. Включите режим голосования. Скажите результат. Принимается. Ставлю на голосование законопроект во втором чтении. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект во втором чтении принимается единогласно. 12 пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Докладывает Павел Владимирович Крошининников. Спасибо, уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Напомню, что данным законопроектом дополняются механизмы информированности и контроля как со стороны правообладателей, так и со стороны государства контроля по поводу осуществления авторских прав. На данный законопроект поступило 4 поправки. Они все в таблице номер один. Предлагаем поддержать. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок номер один? Нет. Ставлю таблицу на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается. Ставлю законопроект на голосование во втором чтении. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект во втором чтении принимается единогласно. Тринадцатый пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Павел Владимирович Крашенинников, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Данный законопроект связан с предыдущим. Здесь также идет речь о правах по управлению правами на коллективной основе. И здесь устанавливается ответственность за нераскрытие соответствующей организации информации и бухгалтерской отчетности. Поступило две поправки, носящие юридический характер, а не в первой таблице. Предлагаем поддержать. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок номер один? Нет. Ставлю таблицу на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Поправки принимаются. Ставлю законопроект на голосование во втором чтении. Включите режим голосования. Спасибо. Покажите результат. Законопроект во втором чтении принимается единогласно. 14 пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части взаимодействия регистрирующего органа с многофункциональными центрами представления государственных и муниципальных условий. При государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Павел Владимирович Крашенинников. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Из названия вытекает предмет этого закона. Здесь действительно унифицируется, уточняется, я бы сказал упрощается порядок взаимодействия регистрирующих органов и многофункциональных центров. Но это не только между ними упрощение, но и также по поводу той ситуации, которая существует с гражданами. Здесь упрощение, на мой взгляд, очевидное. Поступило 11 поправок, они все находятся в таблице номер 1. Предлагаем поддержать. Спасибо. Есть вопрос по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю таблицу на голосование. Включить режим голосования. Скажите результат. Таблица принимается. Ставлю законопроект на голосование во втором чтении. Включить режим голосования. Спасибо. Это недели две-три назад. Скажите результат. Законопроект во втором чтении принимается единогласно. 15 пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 23.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает Александр Сергеевич Грибов. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, при подготовке проекта закона ко второму чтению поступила одна поправка. Она рекомендована комитетом к принятию и объединена в таблице номер 1. Прошу поддержать позицию комитета. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование таблицу поправок. Включить режим голосования. Покажите результат. Таблица принимается. Ставлю законопроект на голосование во втором чтении. Включить режим голосования. Покажите результат. Законопроект во втором чтении принимается единогласно. 16. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации. Докладывает Атарий Ионович Аржба. Уважаемый президиум, коллеги, мы выносим этот законопроект на второе чтение. Хотел поблагодарить представителей Севера за единогласную поддержку в первое чтении. Ко второму чтению у нас, если помните, это так называемый закон о чумах, об праве усыновлять без документов, которые требовались по старому перечню. У нас поступило две таблицы поправок. Первую поправку включены, поправки рассмотренные на комитете. Все они к принятию и носят они технический характер. Я бы просил проголосовать. Коллеги, есть ли вопросы по таблице поправок номер один, к которой четыре поправки? Нет. Ставлю на голосование таблицу поправок номер один. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается. И есть отдельная поправка Павла Владимировича Крашенинникова. Пожалуйста, от Орёновича. По вторую таблицу включена поправка для того, чтобы она, в общем-то, у нас родилась после справедливого замечания ГПУ. И надо её проголосовать отдельно, потому что на комитете она не голосовалась. И у меня большая просьба. Это для корреляции ГПК и семейного кодекса. Вы предлагаете поддержать её, да? Да, я предлагаю поддержать, да. Коллеги, это не таблица, это отдельная поправка. Я ставлю эту поправку на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Поправка принимается. Все поправки рассмотрены. Ставлю законопроект на голосование во втором чтении. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект во втором чтении принимается. Переходим к рассмотрению законопроектов первого чтения. 17 пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 11.1 федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Докладывает официальный представитель правительства, заместитель министра финансов Алексей Владимирович Моисеев. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты, ваше внимание предлагается поправка, которая направлена на расширение возможности использования европротокола при оформлении ДТП без пострадавших. В базовых принципах оформления ДТП без участия ДПС мы ничего не меняем. Мы также предлагаем оставить базовый принцип о том, что без участия сотрудников ДПС можно оформлять ДТП исключительно в случаях, когда участвует не более двух автомобилей и отсутствуют пострадавшие. Тем не менее, мы предлагаем, во-первых, повысить сумму, при которой можно оформлять ДТП без участия сотрудников ДПС до 400 тысяч в городе Москва. Кроме того, и до 100 тысяч в остальных субъектах, когда я сказал город Москва, я, конечно, имел в виду Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. То есть четыре субъекта, которых у нас традиционно мы идем по повышенным ставкам. Следующее, это по всем остальным субъектам до 100 тысяч. Кроме того, предлагается ввести возможность оформления ДТП без выезда сотрудников ДПС, даже в том случае, если нет согласия между двумя участниками о том, кто из них прав, кто виноват. Но, однако же, в таком случае необходимо будет оформить при помощи технических средств и зафиксировать обстоятельства данного ДТП. Кроме того, расширяется перечень технических средств, которые можно использовать. Можно будет использовать не только систему ГЛОНАСС, но также и специальные мобильные приложения на мобильных устройствах, которые разработаны и лицензированы РСА, Российским Союзом автостраховщиков. Данные меры направлены на обеспечение повышения удобства граждан при использовании ОСАГО, а также на сокращение пробок в том случае, когда аварии происходят на оживленных трассах, и люди подолго ждут ДПС, опасаясь оформлять аварии без их участия. Прошу поддержать. Спасибо, Алексей Владимирович. Присаживайтесь. Со докладом выступает Михаил Владимирович Гулевский. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, докладчик Алексей Владимирович подробным образом изложил содержание законопроекта. Комитет на своем заседании поддержал концепцию законопроекта, поскольку посчитал, что принятие проектируемых норм будет способствовать упрощению и ускорению процедуры возмещения вреда, причиненного транспортным средством потерпевших в случае оформления документов о дорожно-транспортных происшествиях без участия уполномоченных на то сотрудников полиции. В своем заключении комитет предложил при доработке законопроекта ко второму чтению согласовать способы фиксации участникам ДТП и передачи страховщикам информации о фактах и обстоятельствах причинения вреда транспортному средству с федеральным законом от 28 декабря 2013 года номер 395 о государственно-автоматизированной информационной системе ЭРА ГЛОНАСС. 2. Уточнить переходные положения, содержащиеся в части 3 статьи 2 этого проекта. Эти замещения могут быть устранены при доработке проекта ко второму чтению, в связи с чем комитет рекомендует государственную думу принять проект федерального закона номер 229-467-7 о внесении изменений в статью 11 при федеральном законе об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в первом чтении. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Владимирович. Коллеги, будут ли вопросы? Есть включитель режим записи на вопрос. Как хотите. Савельев Дмитрий Иванович. Спасибо, Иванович. Алексей Владимирович, страховщики выражают сомнения в простом урегулировании вопроса выплат при оформлении европротокола с отсутствующим согласием сторон. Они ссылаются на то, что не являются экспертами по правилам дорожного движения и что одной только фиксации на фото и видео места происшествия будет недостаточно для того, чтобы определить виновного. То есть практически любое ДТП без согласия сторон грозит долгими препирательствами со страховой и судебной тяжбой. Между тем, опыт Европы наглядно показывает, что разбирательство в таких случаях как раз дело страховых компаний, а не полиции. Российские же страховщики, на мой взгляд, уже ищут способы отказаться от страховых выплат граждан. Как вы полагаете, возможно ли в рамках закона как-то простимулировать страховщиков к скорейшему выполнению своих взятых обязательств? Спасибо. Дмитрий Иванович, полностью согласен с вашей оценкой ситуации. Страховщики действительно не очень хотят реализации этого закона, потому что они полагают, что им будет тяжелее работать, так сказать. Но мы-то за граждан, поэтому мы за этот закон. И поэтому здесь будут действовать случаи, если нет согласия граждан, но есть фиксация ДТП. Все равно, понимаете, если приезжает туда офицер ДПС, все равно он точно так же не видел, кто проехал на красный, кто проехал на зеленый. И поэтому все равно потом происходит долгий разбор. Поэтому в данных ситуациях ничего в большом счете не меняется. Единственное, что люди не ждут 5 часов или сколько-то сотрудника ДПС и держат всех пробок, а просто точно так же приезжают на группу разбора в те же сроки, которые существуют и сейчас. Спасибо. Боева Наталья Дмитриевна. Спасибо. Спасибо, Иван Иванович. Алексей Владимирович, у меня такой вопрос. А кто будет определять ущерб 100 или 400 тысяч рублей? И будет ли требоваться согласие виновника или участника аварии? Спасибо. Дмитрий Владимирович, нет. Согласие участника аварии не будет требоваться, однако вопрос ваш абсолютно уместный. Это ровно то, почему мы сейчас поднимаем минимальную планку. И в частности, в четырех субъектах Российской Федерации, где наиболее дорогие автомобили ездят, мы поднимаем ее до предела по ОСАГО. Для того, чтобы люди не боялись формлять, люди не должны помнить, сколько стоит фара, сколько стоит бампер. Поэтому, конечно, мы планку поднимаем. Мы, конечно, хотим в дальнейшем повысить планку до предела лимита по всем субъектам Российской Федерации. В случае, если эксперимент четырех субъектов окажется удачным, мошенничества не будет. Спасибо. Маринин Сергей Владимирович. Алексей Владимирович, о каком совершенствовании идет речь? Процедура оформления как была сложной, так она и осталась. Строковщики при желании могут сослаться на неправильное оформление бумаги. Как Вы сами уверены, что водители на дороге смогут разобраться с необходимой документацией и не забудут отправить фото и координаты аварии в информационную систему? Сергей Владимирович, никто не лишает водителей права вызвать ДПС. И это их право, которое у них остается. Поэтому, если водители не уверены, что они смогут заполнить форму грамотно, то у них остается возможность вызвать ДПС. Но я с Вами согласен, что форма очень сложная, я об этом говорил на комитете. Это не вопрос государственного регулирования, это вопрос определяющейся РСА, Российского союза страховщиков. Я думаю, что мы будем к ним обращаться с тем, чтобы они эту форму упростили, особенно в случае, если есть в этом виде фиксация, по которой форму можно упрости достаточно радикально, при наличии которой можно упрости форму достаточно радикально. Поэтому в этой части я с Вами согласен, будем этим вопросом заниматься. Спасибо. Лосаков Вячеслав Иванович. Уважаемый Алексей Владимирович, Вы абсолютно напрасно не распространяете опыт Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области на другие регионы. Уже прошло несколько лет, как этот пилотный проект работает, и нет никакой необходимости еще 10-20 лет ждать для того, чтобы поднять ценовую планку до 400 тысяч, как это сделано в этих субъектах. Основная причина, почему крайне мало автомобилистов пользуется европротоколом, создавая огромные проблемы всем остальным из-за копеечных царапин или разбитой фары, это психологическая неуверенность. Очень мало человека разбирается в технической стороне вопроса, и для них 50-100 тысяч – это одно восприятие, а 400 тысяч – это уже совершенно другое дело. Поэтому, если 400 тысяч будет во всех регионах, дело не в дорогих машинах. Посмотрите, какие машины в Краснодаре не менее дорогие, в Закавказских республиках – это не объяснение, что в Москве и Санкт-Петербурге самые дорогие машины. Средний выплат – это не больше 30 тысяч, на всякий случай, по России. Добавьте время, пожалуйста. Спасибо. Убедительная просьба все-таки комитету и правительству ко второму чтению поднять эту планку до 400 тысяч. А то, что страховщики не хотят работать, надо их заставить работать. Пусть не боятся мошенничества, проверяют случаи, создают единую базу и так далее. Создают базу аварийных комиссаров, в конце концов. Я, как уже говорил, с вами в целом согласен. Я считаю, что вопросы мошенничества, они в значительной степени должны быть регулированы через возмещение, через натуральный ремонт. К сожалению, еще недавно работает норма. Я думаю, что вполне уместно будет действительно на комитете подготовки ко второму чтению обсудить ваше предложение. Спасибо, Алексей Владимирович. Коллеги, будут ли желающие выступить? Я не вижу. Нет. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект в первом чтении принимается. 18. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о Центральном банке Российской Федерации. Банке России. Докладывает Алексей Владимирович Моисеев. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты, ваше внимание предлагается законопроект, который разработан в целях устранения правовой неопределенности статуса российского объединения инкассации. В настоящее время объединение Росинкасс является юридическим лицом, входящим в структуру Центрального банка Российской Федерации, обеспечивая деятельность части организации наличного денежного обращения. Вместе с тем, его организационно-правовая форма не относится к какой-либо из тех, которые предусмотрены сейчас гражданским правом и уходят глубоко в советские организационно-правовые формы. Законопроекта предусматривает, соответственно, преобразование объединения Росинкасса, акционерного общества, российское объединение инкассации с долей части Банка России в ее уставном капитале в размере 100%. Устанавливается срок проведения такой организации до 1 января 2018 года. Преобразование объединения Росинкасса в акционерное общество необходимо в цели их обеспечения надлежащего контроля в рамках корпоративных процедур со стороны Банка России, а также неповедения в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, законопроект станет порядок и особенность передачи имущества в качестве вклада Банка России в уставный капитал указанного общества. Одновременно с законопроектом предлагается исключить объединение Росинкасса в числа организаций, входящей в систему Банка России. Прошу поддержать. Спасибо. С водокладом выступает Алексей Николаевич Изотов, член комитета по финансовому рынку. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, действительно, российское объединение инкассации было создано еще в период существования Государственного банка Советского Союза в 1987 году. Уже 30 лет неопределенная организационная права и форма у него существует. Нужно приводить в соответствии с гражданским кодексом, в соответствии с нашим законодательством. Аналогичные изменения были внесены в такие организации, как Сберегательный банк, Российские железные дороги, Российская национальная перестраховочная компания, Национальная система платежных карт. И аналогичным образом же планируется провести организационную правовую форму Росинкассации в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации. Комитет в своем заключении по законопроекту особо подчеркнул, что реализация заявленных целей законопроекта не должна создавать условий, способствующих возникновению рисков неэффективного осуществления публично-правовой функции Росинкасс. Со стороны правительства, Банка России, а также представителей Росинкасс мы получили такие заверения, что эти принципиальные условия будут соблюдаться. Ну и также у нас к законопроекту были высказаны замечания юридико-технического характера. Тем не менее, комитет считает, что указанные замечания могут быть учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению, и комитет по финансовому рынку рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Коллеги, будут ли вопросы? Есть включить режим записи на вопросы. Скажите, пожалуйста, у вас написано заключение о том, финансово-экономическое заключение, что затрат не потребуется. Ну вы только бланки поменяете с названием. Это же уже затраты. За счет кого это будет? И я же понимаю, что это, как и в железной дороге, приведет к резкому увеличению зарплат управленческого персонала. И, конечно же, это тоже затраты. За счет чего они будут? За счет увеличения стоимости инкассации или за счет чего? Спасибо. Николай Васильевич, начну с конца. Во-первых, банки вовсе не обязаны пользоваться инкассацией Росинкасса. Можно пользоваться любой другой инкассацией, если мне нравится инкассация Росинкасса. Это первое. Второе. Бланки, я думаю, что мы договорились с СССР, что они бланки, ручки, значки и картинки будут использовать по мере использования и будут печататься новые, только когда кончатся старые. И, в-третьих, что касается зарплат, то зарплаты в рамках СМИ и Центрального банка отраждаются в Национальном финансовом совете, куда входят некоторые представители, в том числе и вашей фракции. Так что, пожалуйста, можете специально поручить им за этим следить. Мы тоже, с своей стороны, пообещаем следить за тем, чтобы резкого роста зарплаты там не было. Спасибо. Альшевских, Андрей Геннадьевич. Спасибо. Алексей Владимирович, ну, первое, хотелось бы спросить, почему так долго мы идем к тому, чтобы реорганизовать эту организацию? Самое-то интересное, что еще вот интервью 2004 года от тогдашнего руководства, они тогда уже не поддерживали идеи реорганизации, потому что самая оптимальная форма – это все-таки ГУП. Это первое. Второе. Согласно федеральному закону, раз мы его делаем акционерным обществом, все-таки согласно федеральному закону главная цель и задача акционерного общества – это извлечение прибыли. Насколько после реорганизации повлекет противоречие с федеральным законом, потому что я не думаю, что они будут работать для большой прибыли. Но, тем не менее, и не приведет ли это после реорганизации в акционерное общество первый шаг к тому, что потом будут приняты решения о приватизации данного предприятия? Ну, опять же, начну с конца. В законопроекте, который вам предложен, прямо указано, что закрепить долю объединения Росинкасс 100% владений Банка России, и, соответственно, любой попытки приватизировать будут… Во-первых, их не будет, но если они будут, то вы должны будете это согласовывать, потому что это будет прямо написано в законе. То есть 100% владение Банка России прямо зафиксировано в законе – это первое. Второе, что касается того, что акционерное общество дает прибыль, да, так точно, это так и есть, однако у нас есть многие акционерные общества, в том числе корпорации поддержки малого бизнеса, которая здесь у вас обсуждалась, ровно такой же опрос задавался Бровербану в среду, и он ответил, такой же ответ могу и вам предложить. Да, конечно, это цель извлечения прибыли, при этом это регулируемое общество, и его маржа будет, конечно, регулироваться в том числе в рамках Национального финансовета, в который входят в том числе представители Государственной Думы. И последнее, что касается этого форума, я считаю, что акционерное общество форум намного более удачный. Я должен сказать, что мы это видели на примере, например, Госзнака, который тоже стал год назад акционерным обществом, и когда мы можем значительно лучше управлять всеми корпоративными процессами через корпоративные процедуры, которые были рассмотрены нашим законодательством, когда это акционерное общество. То есть, когда это непонятно что, извините, то непонятно, как этим управлять. По сути, действует только телефонное право, а настоящих юридических оснований для того, чтобы высшестоящая организация управляла, нет. В данной ситуации через механизм корпоративных процедур, которые зафиксированы в ГК и в законе акционерных обществ, управлять намного легче и отчетность намного прозрачнее. Поэтому я полагаю, что форум акционерного общества намного более подходящий, чем любая другая. Спасибо, Алексей Владимирович. Коллеги, будут ли желающие выступить? Я не вижу. Нет желающих. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Законопроект в первом чтении принимается по ведению. Николай Петрович Николаев. Включите микрофон, пожалуйста. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемые коллеги, немножко не по теме, но это важно. Я хочу проинформировать, что по той теме, над которой мы все, все фракции работаем, это тема обманутых дольщиков, сегодня Министерство строительства и ЖКХ опубликовало на своем сайте все дорожные карты регионов по решению ситуации с обманутыми дольщиками. Я думаю, что это для всех будет важно, особенно перед региональной неделей. Спасибо. Спасибо, Николай Петрович. Действительно, информация очень важная. Прошу всех депутатов ее иметь в виду. Переходим к рассмотрению девятнадцатого вопроса. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 44 ЖК РФ. Докладывает Галина Петровна Хованская. Пожалуйста. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты, проект направлен на исполнение одной из позиций, положений в послании президента. Наш президент сказал, что мы направляем в регионы очень серьезные средства, это 20 миллиардов в следующем году на программы благоустройства. И дело принципа, вот это очень важно, чтобы в принятии решений по использованию этих ресурсов участвовали сами жители. И, конечно, нужно поддержать инициативу граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства. Поэтому что мы предлагаем в нашем законопроекте? Мы предлагаем внести в полномочия собственников жилых помещений, которые они принимают в виде решений на общем собрании, их право определять вот этот порядок благоустройства. Причем хочу сказать следующее, что у нас есть положительная реакция на наш законопроект правительства, и мы соглашаемся с двумя замечаниями, практически их подготовили в виде поправок ко второму учтению. Они касаются следующих моментов. Сейчас кворум для принятия таких решений по распоряжению земельным участком 2 трети, то есть квалифицированное большинство, мы предлагаем этот порог снизить до простого большинства. И это, мне кажется, разумное предложение, мы его принимаем. Это первое. И второе. Нужно уточнить формулировку, потому что я хочу вам напомнить, что до постановки на кадастровый учет земельный участок остается в собственности публичной власти. И права распоряжения у граждан в этом случае нет. Поэтому мы должны четко совершенно обозначить, что это касается случаев, когда поставлен земельный участок на кадастровый учет. Это будет серьезная очень нагрузка на собственников жилых помещений, потому что, к сожалению, публичная власть у нас эти функции, а это функции публичной власти постановки на кадастровый учет, не выполнила в сроки, которые давно-давно уже прошли. Но ссылка какая? В бюджетах нет средств. Очень такая простая. В итоге граждане у нас раньше, вот из моей практики, вообще ставили на кадастровый учет свои земельные участки только на основании судебного решения. Сейчас ситуация улучшилась, но, в принципе, это стоит денег, потому что вступает в игру сначала у нас кадастры инженеры, архитекторы, которые определяют размер этого участка, и только потом идет внесение уже сведений о земельном участке в реестр. Но мы с этим замечанием согласны, как я вам говорю, и такие уточнения мы сделаем. Я вас прошу поддержать. Документ идет в исполнении послания президента, и мы постараемся в самое ближайшее время предложить вам законопроект ко второму чтению. Спасибо за внимание. Спасибо, Галина Петровна. Присаживайтесь. Со докладом выступает Татьяна Игоревна Цибизова. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, законопроектом предлагается наделить общее собрание собственников в помещении в многоквартирном доме полномочиям по принятию решения о благоустройстве земельного участка. Комитет Государственной Думы по жилищной политике поддерживает данный законопроект концептуально, считает, что он во многом повысит эффективность управления многоквартирным домом, но обращает внимание авторов на ряд замечаний. Я думаю, что они будут устранены ко второму чтению, и предлагаю депутатам тоже подключиться к нашей работе в этом направлении. О каких же замечаниях идет речь? Как уже сказала Галина Петровна, сегодня далеко не одинаковы права на земельный участок у собственников квартир в многоквартирном доме. Там, где земельные участки сформированы, поставлены на кадастровый участок, то, естественно, они являются собственниками, жители, собственники помещения являются собственниками этих земельных участков. И здесь абсолютно логично предлагаемая норма, чтобы они имели возможность и распоряжаться этой собственностью. Но есть и многоквартирные дома, которые находятся на земельных участках, собственником которых является публично-правовое образование. И здесь, конечно, совершенно правильно указывает и правительство Российской Федерации и депутаты комитета о том, что только собственник имеет право распоряжаться этим земельным участком. Мы считаем, что это будет во многом дисциплинировать и собственников многоквартирных помещений в многоквартирных домах и приведет в нормальную позицию и эксплуатацию этих земельных участков и придаст больше веса и собранию жильцов. Правительство Российской Федерации поддерживает данный законопроект при учете замечаний и обращает внимание еще на один момент, что это решение должно приниматься, по мнению автора законопроекта, двумя третями от собственников помещений в многоквартирном доме. Но вы понимаете, что эту норму практически невозможно соблюсти, мы даже в ряде других законопроектов уже рассматриваем возможности проведения конференции о необщих собраниях, поэтому, конечно, авторы соглашаются и ко второму чтению будет доработана эта норма в сторону снижения числа участников от принятия этого решения. Законопроект был разослан во все субъекты Федерации, получено 85 официальных отзывов из представительных и исполнительных органов власти, только 7 субъектов Федерации не поддерживают данный законопроект, 23 не имеют никаких замечаний к законопроекту, 55 субъектов Федерации поддерживают с учетом замечаний, которые были уже озвучены. Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы предлагает депутатам проголосовать за законопроект в первом чтении и продолжить над ним работу. Спасибо, Татьяна Игоревна. Коллеги, будут ли вопросы? Есть. Есть. Включите режим записи на вопросы. Скажите список. Куриный Алексей Владимирович. Спасибо. У меня вопрос к Галинине Петровне. Галина Петровна, вот предполагаемое ко второму чтению снижение кворума для принятия решений о распоряжении земельным участком будет касаться только благоустройства либо любого варианта распоряжения, включая строительство магазинов, увеличение их площади и тому подобное? Только благоустройство. Спасибо. Вострецов Сергей Алексеевич. Галина Петровна, действительно, люди очень мало ходят на эти собрания, в основном все это происходит опросным путем, а здесь предусмотрена тоже форма, что если не собрать людей, что можно пройти, письменно как-то с них собрать. Депутат Хованская включите. Спасибо за вопрос. Мы очень просим вас поддержать законопроект по проведению конференции, потому что действительно вы правы, для больших домов, где по 600 квартир, это очень тяжелая операция, несмотря на то, что мы в законодательстве уже присмотрели не только очную, но и очно-заочную, даже заочную форму голосования. Но попробуйте пройдите 600 квартир, получите решение. Так что вот если будет одновременно принят вот этот законопроект, процедура резко ускорится, тем более, что ничего нового мы не изобретаем. Это в ЖСК и сегодня работает на основании устава в ЖСК, и проводятся нормально в форме конференции вот эти общие собрания, принимаются решения. Спасибо за вопрос. Спасибо. Ольшевских, Андрей Геннадьевич. Галина Петровна, скажите, пожалуйста, для того, чтобы, грубо говоря, разово получить деньги из бюджета, мы делаем благое для людей, чтобы услышать их мнение, и они участвовали в этом процессе. Но земельный участок будет на них оформлен после постановки на учет. Не получится ли так после этого? Понятно, что содержание внутридворовых проездов, элементов освещения, в частности дворового освещения, у людей появится еще дополнительная нагрузка, потому что они после этого начнут и содержать, и обслуживать эти элементы, которые на сегодняшний момент, в частности в городе Екатеринбурге, администрация города активно скидывает, несмотря на разграничение земельных участков, просто скидывает на население и предлагает им за собственные средства содержать и эксплуатировать. Депутат Каланский. Андрей Геннадьевич, спасибо за вопрос. Вы практически на него ответили, потому что это сейчас незаконно происходит, понимаете? Хотя все равно люди благоустраивают свой участок, убирают и так далее, потому что жить в грязном дворе никому неприятно. Это вообще обязанность, на самом деле, я еще раз говорю, публичной власти, которую она не исполнила, потому что все должно быть поставлено, все земельные участки должны быть поставлены на кадастровый учет. С этого момента, в соответствии с разъяснением высших судебных органов, тем более, это становится собственностью собственников помещения и входит в общее имущество, как один из элементов общего имущества. Спасибо. Гусева Ирина Михайловна. Галина Петровна, ну вот в официальном отзыве правительства есть фраза «снизить количество голосов». А есть уже норматив, что такое «снизить количество голосов». Не получится ли так, что мы вот начнем заигрывать вот с этой нормой, и люди и знать-то не будут, что их двор будет благоустраиваться. И второй вопрос. Когда мы говорим, что это обязательство муниципальной власти, ну, городской власти, муниципальной, любого уровня власти, вот здесь этот законопроект дает возможность людям самим принимать решения. А где доля участия власти? Благоустройство – это целый процесс. Вот я, честно говоря, вот в концепции этого не увидела. Галина Петровна, Хованская, включить микрофон. Спасибо большое. Очень хорошие вопросы сегодня задают коллеги. Спасибо вам. Дело в том, что я сама крайне осторожно отношусь к тем нормам, которые регулируют кворум в тех или иных случаях. Значит, есть статья и извлечение из нее, когда принимаются решения квалифицированным большинством, а когда они принимаются простым большинством. Так что здесь я ваши опасения разделяю и следить за этим буду, будьте уверены, очень и очень внимательно. А то, что касается обязанностей властей, ну это вопрос аритектический. Кстати, это не обязанность муниципальной власти, а обязанность государственной власти постановки на кадастровый учет. То есть субъект федерации должен был выделять средства такие, вы понимаете? Но, к сожалению, этого не происходит. Ну, а в части невыполнения своих обязательств у нас многие субъекты федерации и муниципальное образование превзошли сами себя. Спасибо. Коллеги, будут ли желающие выступить? Я не вижу. Нет желающих выступить. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект в первом чтении принимается единогласно. Двадцатый пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования и регулирования отношений, связанных с использованием лесов. Докладывает официальный представитель правительства, заместитель министра природных ресурсов и экологии, руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Владимирович Валентик. Спасибо. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты, вашему вниманию представляется проект федерального закона, который направлен на введение типового договора безвозмездного пользования лесным участком. В лесном кодексе существуют различные способы предоставления прав на лесные участки. Уже ранее в соответствии с принятыми изменениями в лесной кодекс введена типовая форма договора аренды лесного участка, типовая форма договора купли-продажи лесных насаждений. Это антикоррупционные нормы, которые, в общем-то, создают единообразное правовое регулирование и устанавливают стандартный набор прав и обязанностей для каждого договора аренды, для каждого договора купли-продажи, который заключается в любом субъекте Российской Федерации. И бизнес-сообщество, и экспертное сообщество уже положительно отозвалось на принятие данных поправок в лесное законодательство. Единственный договор, который сегодня не имеет типовой формы в лесном кодексе, это договор безвозмездного пользования лесными участками. В этой связи предлагается в лесном кодексе установить такую типовую форму договора аренды, договора безвозмездного пользования лесными участками и определить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, который будет утверждать его форму. Принятие законопроекта, как я уже сказал, будет способствовать формированию единообразной правоприменительной практики в Российской Федерации. Все необходимые согласования на данный законопроект получены. Законопроект поддержан Государственным правовым управлением Президента Российской Федерации, Комитетами Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по федеративному устройству региональной политике, местному самоправлению и делам Севера, Комитетом Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В связи с изложенным, уважаемые депутаты, прошу принять законопроект в первом чтении. Спасибо. Пожалуйста, доклад Николая Петровича Николаева. Уважаемый Вячеслав Игорьевич, уважаемые коллеги, это законопроект, который является следующим в пакете, который направлен на изменение лесного законодательства и на повышение эффективности использования лесных ресурсов. То практика введения типовых договоров аренды лесного участка, которая уже была введена, показала, что значительно повышается и прозрачность, и коррупционные риски снижаются. Поэтому следующий шаг – это введение вот таких типовых договоров на безвозмездное использование леса. Что касается замечаний, которые есть, мы рассматривали этот законопроект на комитете внимательно. Замечания связаны с тем, что в отличие от той части, где речь идёт о коммерческом использовании леса, здесь не совсем чётко прописаны вопросы регулирования с точки зрения возникновения собственности на сам лес и прекращение права безвозмездного пользования лесными участками. Но все эти замечания можно устранить и прописать все эти вопросы ко второму чтению. Поэтому мы просим вас поддержать данный законопроект. Спасибо. Иван Владимирович, напомните, пожалуйста, кому и каким решением предоставляются леса в безвозмездное пользование, и если есть справка, она должна быть у вас, сколько гектар сейчас находится вот в таком безвозмездном пользовании? Спасибо. Спасибо за вопрос, уважаемый Олег Анатольевич, уважаемые депутаты. Сегодня по договору безвозмездного пользования лесными участками, участки предоставляются по двум видам использования лесов. Это использование лесов гражданами для ведения сельского хозяйства, это, как правило, сенокосы и для развития пчеловодства, и религиозным организациям для осуществления соответствующей религиозной деятельности. Всего таких договоров заключено достаточно незначительное количество. Точные цифры сегодня такие. Количество действующих договоров – это 2420 штук в Российской Федерации. Общая площадь земельных участков в составе земель лесного фонда, которая занята под эти виды деятельности – 406 тысяч 66 гектаров. То есть в сравнении с площадью земель лесного фонда, я напомню, это 1 миллиард 184 миллиона гектаров, это достаточно незначительные площади, и, как отметил в своем выступлении Николай Петрович, это некоммерческое использование под те виды, которые я обозначил. Пожалуйста, Ситников Алексей Владимирович. Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемый Иван Владимирович, полагаю, что обсуждаемый проект будет очень востребован правоприменителями на местах, особенно в лесных регионах, так как установление единообразного подхода к составу и содержанию договорных обязательств безусловно обеспечит прозрачность процедуры предоставления лесных ресурсов. Однако в этой сфере есть еще одна проблема, требующая нашего особого внимания. Специалистами отрасли активно обсуждается проект постановления правительства о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации о коэффициентах и ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности. Проектам предполагается существенно увеличить коэффициенты к ставкам платы за единицу объема в сторону значительного увеличения. Однако, как свидетельствует анализ поступающих мой адрес обращений специалистов отрасли, принятие данного нормативно-правового акта в актуальной на сегодняшний день редакции неизбежно приведет к банкротству и закрытию многих предприятий, поскольку затраты лесопромышленников растут и станут неподъемным бременем для развития бизнеса. Вопрос. Готовы ли министерства обсуждать на дискуссионных площадках Государственной Думы вопросы доработки предполагаемой методики расчета коэффициентов... Готовы ли министерства обсуждать данную методику, проект данной методики на полях Государственной Думы с учетом региональной специфики? Спасибо, Алексей Владимирович, за Ваш вопрос. На самом деле вопрос я бы разделил на две части. Есть та работа, которая планово проводится правительством Российской Федерации, она связана вообще с изменением подходов к определению ставок платы за лесные ресурсы, как за единицу объема изъятия лесных ресурсов, так и за единицу площади. Это связано с тем, что у нас в структуре себестоимости вообще произведения лесопродукции существует достаточно значительный дисбаланс по отношению со всеми развитыми лесопромышленными странами. У нас доля ресурсного платежа, то есть ставка платы за лесные ресурсы, составляет в структуре себестоимости всего от 2 до 4%. В некоторых регионах, с учетом логистики, это может достигать 7-8%. Во всех лесопромышленных экономиках обычно ресурсный платеж всегда составляет около 30%. Поэтому сегодня в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации мы прорабатываем вопрос в принципе об изменении подходов к формированию ставок платы на основе рентного подхода. Это общемировая практика, которая себя положительно зарекомендовала. Поэтому я думаю, что мы будем двигаться в этом направлении. Это является частичным ответом на основной вопрос, который вы задавали. Готовы ли мы к обсуждению? Да, мы готовы, безусловно, обсуждать эту тему с бизнесом. Безусловно, проект постановления в восстановленном порядке у нас размещался на regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Мы понимаем опасения бизнеса, связанные с повышением нагрузки за счет увеличения платежа. Но фактически мы провели анализ. Индексация ставок платы ежегодно и так проводится. Да, мы немножко подняли коэффициент, но он учитывает фактическую инфляцию, которая сложилась после введения ставок платы после 2007 года. И с нашей точки зрения не нарушает имущественных прав владельцев лесных участков в той степени, в которой это может привести к их банкротству. Значит, я думаю, что нужно искать варианты, связанные с оптимизацией логистики, снижением тарифов. И, в общем-то, это не ущербно для бизнеса. Но мы готовы прорабатывать эти вопросы в дальнейшем. Боева, Наталья Дмитриевна, пожалуйста. Спасибо, Вячеслав Викторович. Иван Владимирович, скажите, пожалуйста, этот закон будет касаться защитных лесополос на полях южной части России. Спасибо. Спасибо, Наталья Дмитриевна. Данный конкретный законопроект, который был представлен вашему вниманию, эту тему не затрагивает. Вместе с тем, в соответствии с постановлением Государственной Думы по ранее доложенному мной законопроекту, мы прорабатываем совместно с Комитетом по природным ресурсам, который возглавляет Николай Петрович Николаев, поправки к законопроекту о защитных лесах, который принят к первому чтению. И в соответствии с теми рекомендациями, которые Вячеслав Викторович высказал мне, для того, чтобы собрать единую позицию всех ведомств и решить единообразный вопрос по защитным лесам, мы подготавливаем эти поправки к данному законопроекту. Поэтому мы, безусловно, выполним свое обещание и в поправках учтем эту очень болезненную и сложную тематику, о которой мы, безусловно, знаем, над которой мы совместно с депутатами сегодня работаем. Пожалуйста, Острецов Сергей Алексеевич. Иван Владимирович, ну, во-первых, хотелось бы сказать вам большое спасибо. Порядка вашей отрасли стало гораздо больше. Мы видим, как выполняются указы президента, что все-таки мы начали перерабатывать древесину. Может быть, еще не так, как хотелось бы, но, тем не менее, кругляк уже просто перестали продавать за границу. У меня вопрос следующий. В случае принятия данного законопроекта, кто будет основным пользователем этого типового договора? Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич, и за высокую оценку тех результатов, которые сегодня демонстрируют отрасли, прежде всего лесоводы на местах. Что касается бенефицаров непосредственно от принятия данного законопроекта, я считаю, что это в любом случае в основном граждане, которые занимаются сельским хозяйством, занимаются сенокошением и развитием пчеловодства. Это основные стороны этого договора в субъектах Российской Федерации. Для того, чтобы не навязывались избыточные условия, как раз-таки утверждается типовая форма. Он будет стандартен во всех регионах страны. Вторая категория пользователей – это религиозные организации. Очень много сегодня есть, если говорить о объектах русской православной церкви, очень много есть фундаментов, которые остались в лесных массивах. То есть это, в принципе, тот инструмент, который позволяет восстанавливать объекты, строить новые объекты. И, соответственно, я считаю, что это очень важный инструмент предоставления прав именно для религиозных организаций. – Пожалуйста. Центральная трибуна. – Коллеги, если коротко, я хотел добавить, что было много достаточно обращений относительно ритуальных рощ, относительно получения участков леса для восстановления скитов. Вот это религиозное. Что касается сельхоз, здесь не только сенокошение, алтайский край – это олени, которые пасутся. Это Сибирь, Дальний Восток. То есть это все вопросы, которые как раз связаны с безвозмездным использованием лесов. И теперь это будет более прозрачно, будут типовые требования и обязательства всех сторон. Спасибо. – Пожалуйста, Пашин Виталий Львович. – Спасибо, Виталий Львович. Уважаемый Иван Владимирович, как известно, лес – это национальное достояние нашей страны. Поэтому считаю, что типовой договор безвозвездного пользования лесным участком должен быть лучше защищён от коррупционных рисков и иных нарушений, чем типовой договор аренды лесного участка, утверждённый правительством Российской Федерации. В связи с чем возникает вопрос – планируется ли уничтожение мер ответственности за нарушение договорных обязательств или они сохранятся по аналогии с существующими типовыми договорами? Спасибо. – Спасибо, Виталий Львович. На самом деле, проект постановления правительства, о котором вы сказали, который уже сегодня является постановлением правительства об утверждении типовой формы договора аренды лесного участка, проходил все необходимые экспертизы, в том числе экспертизу, которую проводит Министерство юстиции, например, коррупциогенности. С точки зрения достаточности этих санкций, мы в любом случае, вводя новое регулирование, а это в любом случае согласованная позиция между всеми ведомствами, профессиональным, экспертным сообществом, должны, по крайней мере, на протяжении как минимум трех лет посмотреть на складывающуюся правоприменительную практику. Если окажется, что эти санкции недостаточны, в этом случае, безусловно, мы будем, анализируя практику, вносить предложения по изменению соответствующих нормативных актов. Сегодня у нас пока еще нет информации, которая бы свидетельствовала о недостаточности тех инструментов защиты прав государства и арендаторов, которые существуют в рамках принятого постановления правительства о типовом договоре о недолесном участке. Напротив, ту реакцию, которую мы получаем, она говорит о том, что это инструмент, который очень хорошо заработал для инвесторов, потому что теперь они понимают, что в каждом субъекте Российской Федерации существуют одни и те же правила игры. И они играют по одним и тем же правилам, имеют одни и те же обязанности, независимо от конкретного региона Российской Федерации. Спасибо. Кто хотел бы выступить? Есть желающие? Есть. Есть. Включите запись. Покажите список. Уважаемые коллеги, если вы не возражаете, давайте обсуждение данного вопроса проведем после перерыва. Объявляется перерыв до 12 часов 33 минут. Там только у нас выступили.